Устройство, которое стоит у меня на столе, представляет собой одну из разновидностей двойного маятника. Ось первого маятника установлена на стойках, а ось второго маятника закреплена на раме первого маятника. И это устройство интересно тем, что оно совершает много разнообразных типов движений, о которых мы сегодня и поговорим. Самый простой тип поведения системы наблюдается, когда углы отклонения обоих маятников от вертикали невелики. В этом случае возвращающая сила пропорциональны углу отклонения и движение системы представляет собой гармонические колебания по двум собственным модам. Первая мода происходит в противофазе, а вторая мода в фазе, при этом частота колебаний второй моды заметно больше, чем у первой моды. Ну, а общее поведение системы в этом случае определяется суперпозицией двух мод, так что в движении одновременно присутствуют как быстрые, так и медленные колебания. Еще один простой тип поведения будет наблюдаться, если я отклоню малый маятник наружу, а теперь крутану всю систему так, чтобы малый маятник и дальше отбрасывался наружу центробежной силой, и теперь все вращается как одно целое, постепенно замедляясь из-за трения. Но самое интересное движение наблюдается, если подтолкнуть эту систему достаточно сильно, но не слишком сильно. тогда вот это движение представляется совершенно непредсказуемым, ну, во всяком случае, до тех пор, пока система не потеряет заметную часть своей энергии и не перейдет к малым колебаниям. Ну, а чтобы пронаблюдать поведение такого маятника на больших временах, без потери энергии, естественно, нужно перейти от нашей натуральной модели к компьютерной, где потери из-за трения будут полностью исключены. Возьмем два одинаковых двойных маятника и поднимем малый груз правого маятника несколько выше, чтобы на старте он обладал большей потенциальной энергией. Сначала эти маятники ведут себя очень похоже, но затем больший груз правого маятника начинает подниматься все выше и выше и в какой-то момент делает полный оборот. А левый маятник совершает достаточно регулярные движения и похоже, что траектория его верхнего груза и дальше не выйдет за пределы того цветка, который он уже нарисовал к этому времени. А движение правого маятника по сравнению с левым выглядит сложным, непредсказуемым или, как говорят физики, хаотическим. И таким образом слова регулярное и хаотическое движение уже произнесены, но пока что мы отличаем один тип движения от другого на образном и интуитивном уровне. Дать строгое математическое определение хаоса совсем непросто и мы этим заниматься не будем. Но, тем не менее, мы рассмотрим несколько характерных свойств, отличающих хаотическое движение от регулярного. Приготовим два маятника с достаточно большой потенциальной энергией, чтобы они двигались хаотически. И пусть их начальные отклонения различаются очень незначительно. Поэтому их движения сразу после запуска тоже будут различаться совсем незначительно. однако с течением времени разница между этими движениями будет делаться все больше и больше. И с какого-то момента они станут совсем не похожими друг на друга. И глядя на них, мы уже никогда не догадаемся, что когда-то состояния этих маятников были очень близкими. Удивительно то, что такое сложное поведение наблюдается у системы, обладающей всего четырьмя степенями свободы. Это два угла отклонения маятников от вертикали и соответствующие им угловые скорости. Более того, у той компьютерной модели, которую мы с вами сейчас рассматривали, потери энергии отсутствуют. А поэтому эволюция системы представляется фазовой траекторией, лежащей в трехмерном конфигурационном пространстве. И если мы запустим несколько одинаковых двойных маятников из близких начальных состояний, то их фазовые траектории весьма быстро разойдутся и окажутся в далеких друг от друга областях фазового пространства. Это похоже на то, как капля чернил расходится по объему стакана с водой и получается так, что чернила находится всюду в этом объеме, хотя от перемешивания их не стало больше. Похожее замешивание происходит и в земных масштабах, когда метеорологи наблюдают за погодой и пытаются предсказывать ее. Малые неточности в измерении температуры, давления, ветра и других параметров с течением времени приводят к тому, что предсказанная картина будет сильно отличаться от той, которая наблюдается на самом деле. И поэтому точное предсказание погоды даже на неделю вперед оказывается в принципе невозможным. Теперь от предсказаний погоды мы снова вернемся к двойному маятнику. Ну и если в первой конструкции, которую мы рассматривали, грузы находились по разные стороны от главной оси, и поэтому он качался достаточно медленно, то вот в этой второй конструкции второе звено прикреплено снизу к первому, поэтому он кончается достаточно быстро. Ну давайте крутанем его, и он будет выписывать разные своеобразные фигуры, на которые, наверное, лучше посмотреть в скоростной съемке. Мы замедлили движение маятника в восемь раз и сделали трассировку конца нижнего звена. Посмотрите, какие необычные и неповторяющиеся фигуры оно описывает. Нижнее звено то быстро вращается, то зависает, и его вращение в таком движении может попеременно происходить то в одну, то в другую сторону. А теперь мы постепенно переходим к нашему заключительному вопросу. Такую картинку мы уже рисовали и показывали на ней, что два близких состояния двойного маятника постепенно расходятся и становятся далекими и не похожими друг на друга. Ну и, в общем-то, естественно задать вопрос, а что, разве не бывает таких далеких состояний, которые постепенно сошлись бы и стали близкими? И чтобы показать, что такие состояния действительно бывают, мы сделали некоторые действия с нашей компьютерной моделью. Возьмем два маятника, начальные состояния которых совсем не похожи одно на другое. И посмотрите, после запуска движения этих маятников становятся все более похожими друг на друга. Как же нам удалось это сделать? Секрет очень прост. Мы запустили маятники из близких состояний, подождали, пока они разойдутся, а затем остановили счет и обратили все скорости на противоположные. Правда, теперь наши маятники опять разошлись, и их движения снова стали не похожими друг на друга. Но почему же в реальных опытах, когда мы готовим маятники с двумя близкими состояниями, они, как правило, расходятся, но практически никогда не сходятся между собой? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова